Женщина на корабле Учителем гимназии Устроила на квартире домашний университет А вдовев, увлеклась политикой Вошла в народнические и революционные круги Москвы и Саратова Занималась подпольной работой Сидела в тюрьме А затем, уже после знакомства с Прокоповичем Сблизилась с марксистами и социал-демократами Тогда, в начале 1900-х Она впервые выступила С собственной политической программой Социал-демократического экономизма Которая была резко раскритикована Лениным Это привело Кускову в партию Союз Освобождения А после раскола В 1905 году Сформировала собственную В ней партийную группу Беззаглавия Революцию 1917 года Екатерина Кускова не поддержала Она сохранила нейтралитет Выступая за мир И скорейшее окончание гражданской войны В эмиграции она занималась благотворительностью Став Швейцарией одним из лидеров русского возвращенчества Философ Николай Лоский тоже зашел на борт парохода не один С ним была жена Педагог Людмила Лоская И ее мать Мария Николаевна Стоюнина Основательница женской частной гимназии в Петербурге Той самой Стоюнинке, где учились Железная женщина Нина Берберова Писательница Айн Рэнд Тогда еще Алиса Розенбаум Этнограф и историк Нина Гаген Торн Художница Татьяна Глебова И Елизавета Пеленко Она же поэтесса Кузьмина Караваева Позже канонизированная как мать Мария Посещала Стоюнинские курсы и Татьяна Франк в девичестве Барцева Жена философа и религиозного мыслителя Семена Франка Она взяла на себя не только издание его книг и воспитание четверых детей Но и постоянную поддержку в быту И оставила об этом времени остроумные и подробные воспоминания Вот фрагмент ее мемуаров В 20-м году родился мой младший сын Василий Родился в совершенно необычайных условиях В пеленках сына какого-то чекиста Потому что мы меняли вещи Потом коляска Выдавался в Саратове по каким-то неведомым законам спирт Якобы нужен спирт для того, чтобы вытирать корешки книг Этот спирт попадал ко мне Я его обменяла на коляску для ребенка Петерим Сорокин, основатель социологического факультета Гарвардского университета Был выслан из России как философ Но уехал все же не на пароходе, а на поезде Москва-Берлин Его спутницей была жена, биолог Елена Боротынская После свадьбы в мае 1917 года Пара сразу оказалась в штопоре опасных событий Сначала Сорокин, на тот момент депутат от партии эсеров Попал в Петропавловскую крепость По подозрению в подготовке покушения на Ленина А через месяц после освобождения Вступил в антибольшевистский союз возрождения России И вновь был арестован После чего обратился к Ленину с покаянным письмом И получил помилование Оба раза ученого спасала Боротынская Она находила важных людей Стучалась в закрытые двери, вызволяя мужа из тюрьмы Самая младшая из героинь философского парохода Вера Рещикова, дочь Александра Угримова Не философа, а известного профессора-агронома И председателя Российского общества сельского хозяйства Угримов был выслан из России Вместе с другими членами Помгола в 1922-м Когда Вере было 20 лет Дом ее отца был одним из центров московской церковной жизни И Рещикова с детства была глубоко религиозна Постоянно общаясь с известными богословами, иконописцами, историками церкви Вместе с родителями она состояла в приходе Николоплотненской церкви Снесенной в 1932-м году Дважды подолгу жила в Оптиной пустыне А оказавшись в Берлине Стала частью русского студенческого христианского движения Ее воспоминания о высылке почти нетрагичны В них множество забавных и метких замечаний Она описывала нелепость немецкого быта Слишком благополучного в сравнении с Россией И жаловалась на скверные отношения с местной эмиграцией После войны семья Угримовых восстановила советское гражданство И в 1947 году вернулась в СССР Брат Рещиковой был арестован А сама она была поражена в правах И отправлена в Калужскую область Где преподавала французский язык в сельских школах Впоследствии она стала известна Как переводчица богословских трудов Владимира Лоскова А в 1982 году получила имя монахини Магдалины Тайный постриг совершил митрополит Антоний Сурожский Всех женщин с философского парохода Описать пока, кажется, никто не пытался В этом видеоэссе мы решили соединить Несхожие и полузабытые фигуры Каждая из которых на переломе эпохи Проявила свой характер, наблюдательность и волю к действию Общественница и политик эпохи февральской революции Кускова Реформатор образования Стоюнина Преданная жена философа Франк Амазонко-модернистской науки Боротынская И Рещикова, юная девушка Для которой революция стала и потрясением И, как ни странно, лишь эпизодом начала жизни Исчезая из государства работницы-крестьянок Эти образы дополняли друг друга Складываясь в картину уходящей жизни А мы смотрим на них изнутри собственного исторического шторма Чтобы найти в себе спокойствие и силы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok